Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. И, наконец-то, у нас появились те самые большие куколки главных персонажей, которые мы видели на ярмарке игрушек 2015. И имя их Frightly Tall Ghouls, а по-русски жутко огромные девчонки или монстры. Почему же они так называются? Ответ прост. У кукол рост составляет 42 см, прям как у Гулиопа Джеллингтон из серии Freak de Chic или же Chic. Ну и, конечно же, эти куклы большие, и ростом они примерно вдвое больше стандартных кукол. В коллекцию на данный момент входят три куклы. Это Клодин Вульф, Дракулаура и Фрэнки Штейн. Куклы внешне оформлены как перевыпуски в 2014 года, но они более проработанные и подвижные. Вот я для сравнения вам представила тут кукол перевыпусков базовых 2014 года. Коробка выполнена в стиле перевыпусках, в черно-розовых тонах. Справа она встречает логотип и название франшизы – Монстр Хай. На внутренней части коробки на фоне школы нам снова говорят, что куклы экстра-высокие. Внизу слева, под чудесным артом персонажей в новой стилистике, нам напоминают их имена и кто их родители. На задней стороне коробки – арт персонажа. К сожалению, питомцев с этими куклами, как и сумок, не прилагается. По сути из Америки под номером 4, я прочитала все ваши комментарии и выяснила, что многие очень ждали больше всего обзора на Дракулауру в этой серии. Поэтому сначала предлагаю рассмотреть ее. Мы вынули Дракулауру из коробки. Хочется отметить, что впечатления у меня остались довольно хорошие. Мне кажется, что она вживую и открытая выглядит намного лучше, чем в коробке. У нее как-то все черты ее лица и вся одежда, аутфит четко выражены, когда она открытая, не то что в коробке. Ну, лично мне вот так вот кажется, она милее и красивее. Подставка у Дракулауры стандартная, черного цвета, правда она очень большая, так что, наверное, по поводу стандартного я немного ошиблась. Она супер-пупер огромная, особенно нижняя часть, она размером с мой кулак, вот если так посмотреть, даже больше, полностью черного цвета. Оу, как все плохо. Вот. Волосы у Дракулауры черные, с розовыми прядями и убраны, как и у привычной базовой куклы, в два задорных хвостика. На шее у Улы, как и положено, розовое украшение. Помимо розового, на колье добавлен и серебряный цвет. Рукава сделаны из черной сетчатой ткани и обрамлены по концам белой сеточкой. Кофточка розового цвета аккуратно прошита белыми нитками и дополняется серыми металлическими пуговицами, которые в этот раз не нарисованы и отчего-то не белые, как были в первой волне базовых кукол. Низ состоит из белой юбочки и черных колготок до коленок. Поверх всего этого известные нам розовые сапожки с черным сердечком, черной шнуровкой и лентами, опоясывающими носочек. Следующая по вашим запросам была Клодин Вульф. Рассмотрим. В мою армию больших куколок еще и поступила Клодин Вульф. Она довольно классная, когда ее достаешь. Первое, что мне бросается в глаза, так это ее пышные волосы. Конечно, если их завить, то будет вообще муаперсик. А так, в принципе, тоже нормально, но вот я думаю, надо бы завить их. Было бы круче и эффектней смотрелось бы. Также у нее пышный ворот, то есть это искусственный мех. Очень прикольно и приятно. Но вот из недостатков, хотя это, в принципе, немного прикольно, как будто бы такие волшебные руки, осыпаются блестки с ее кофточки. У меня прямо руки в этих блестках. Феечка Винкс! Клодин представлена нам в привычном базовом образе. Ее ушки не на ободке, и очень хорошо, что в них вставлены сережки. Ушки намного толще, нежели обычные кукольные, однако и монстряшка у нас намного больше. У Клодин стильный макияж с фиолетовыми тенями, обрамляющими ее золотистые глазки, и ярко-красными губами с клыками. Прическа у Клодин Frightly Tall Ghouls, как и принято, не имеет никаких дополнительных цветов, кроме двух оттенков коричневого. Волосы не спадают ниже плеч и немного завиты. Одежда ничем не хуже других базовых выпусков Клодин Вульф. У Frightly Tall Ghouls у Клодин стильный черный ошейник и золотистое жерелье. Курточка немного упрощена, но все такая же стильная, с меховым воротником и рукавами до самих кистей. Под курточкой бледно-розовая майка с животным принтом, как и положено. Юбка фиолетовая с черной сетчатой оборкой и черным стильным поясом с золотыми пломбочками. Сапоги высокие и выполнены в фиолетовом цвете с золотыми бляшками на ремешках. Ну и напоследок мы рассмотрим с вами дочь Фрэнкиштейна, Фрэнкиштейн. Мы раскрыли Фрэнкиштейн и в этой коллекции, как вы поняли, я уже три куклы раскрыла. И просто невозможно не заметить, что именно эти куклы Frightly Tall Ghouls очень напоминают базовые первые волны куклы. Именно одеждой, стилистикой и печатью глаз. Они смотрятся, как будто они живые персонажи. То есть они из куклы превратились в человеков. И это смотрится немного необычно и прикольненько. Волосы доходят Фрэнки до пояса, белые с черными прядями. Челка зачесана назад и закреплена. Наряд Фрэнки состоит из базового чудесного платья с черным-белый горошек галстук и рукавами-фонариками. На талии красивый черный пояс со штырьками и молнией. Сбоку красивая и качественно покрашенная цепочка. Низ платья обрамлен сеточкой. Туфли открытые, черные, с белым узором и ремешком. А теперь пришло время рассмотреть шарниры у данных куколок. И в пример мы возьмем Фрэнкиштейн. Чтобы обычный шарнир выдержал такой рост, его сменили на двойной. Система очень похожа на шарнир азиатских кукол БЖД. И добавили грудной и плечевой шарниры. Есть грудной шарнир, дополнительный шарнир на ногах и руках. Таким образом эти куклы подвижнее обычных и, конечно же, крупнее. С такой же системой шарниров недавно была представлена Гулиопа Джеллингтон. Обзор на эту куколку вы уже можете посмотреть на моем канале Билли Викс. На этом наше видео подошло к концу. Думаю, после обзора у вас сразу возникнет вопрос. А выпустят ли остальных персонажей в этой серии? Я не Мател, поэтому на этот вопрос ответить я не могу. Но пока что вы можете написать ваш комментарий, как вам кажется. Также подписаться на канал, поставить лайк под этим видео. Я думаю, вы все сейчас смотрели это видео и вы заметили одну куколку в этом кадре, которая стояла у меня на стеллаже. И это... 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 Фенеган Уэйк! Как вы видите, фениган у нас инвалид Он на коляске, у него есть хвост Также он огромный качок У него есть бицепсы или трипсосы Трипсосы, как они там читаются В общем, я думаю, вы меня поняли Накачанный чувак Ходит в спортзал, походу, плавает Его относят к серии Monster Exchange Хотя на коробке ничего такого не написано Нет никаких надписей Вы многие думаете, что он базовый Но нет, Monster Exchange Легко запомнить Все мы знаем, что в эту серию входило 4 персонажа 2 нам уже знакомых Лагуна и Трекулаура А также Лорна Макнесси и Марисоль Кокси И еще недавно выпустили 3 новых куклы Среди которых я точно помню олененок Изи Даун Денсер И еще кто-то 2 Вот не помню их имена пока что Трудно запомнить, смотря фотографии И вот когда уже вблизи видишь эту куклу Ты понимаешь, запоминаешь Когда тем более обзор делаешь Прям сразу На лету все запоминается, как зовут эту куклу К тому же, когда 100 раз назовешь ее имя и фамилию Ты уже по-любому это запомнишь Все В общем, я что-то заговорилась Меня как-то понесло Словесный поток пошел Под конец видео Сирена гудит В ближайших видео я вам расскажу про этого красавчика Фенигана Вейка Из этой серии И пока что не забывайте следить за новостями моего канала Моей странички и группы ВКонтакте Ну и еще и моего инстаграма Там я опубликую разные фотографии Которые не выкладываются ВКонтакте Думаю, вам будет интересно Посмотрите Буду вас всех там ждать Пообщаемся Все ссылки эти будут в описании под видео Я вас всех люблю Be cool and crazy Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok